Усталость, снижение продуктивности, частая сонливость. Все это симптомы выгорания. Эмоциональному истощению чаще других подвержены люди, чья работа заключается в постоянном общении. Волонтеры одни из тех, кто всегда находится в тесном контакте с людьми. Сегодня к нам приехали наши друзья из Одинцовой. Это ресурсный центр, с которым мы обсуждаем такие важные темы, как выгорание волонтеров. Обсуждаем основные моменты. Также сейчас очень интересную сферу, которую они затронули, это СМИ, как развиваться, как развиваться волонтеру в данном направлении. Волонтер должен быть подкован и развит в совершенно разных направлениях. Юриспруденция не исключение. Чтобы точно знать свои права и обязанности, ребятам рассказали о юридической составляющей ведения волонтерской деятельности. На территории Московской области уже есть довольно крупное волонтерское объединение. Это волонтеры Подмосковья. Мы все в нем состоим. Мы все стараемся развивать это движение. А ресурсный центр – это уже такая площадка, которая помогает находить ресурсы для вот этих волонтерских движений и объединений. То есть мы стараемся с помощью инструментов грантовой помощи привлекать ресурсы для развития добровольчества у нас на территории Московской области. На сегодняшний день в Химках ведут свою деятельность более 500 волонтеров. Ежедневно они приходят на помощь пенсионерам, инвалидам, всем, кто нуждается в их помощи и поддержке. Однако часто поддержка необходимо им самим. Для этого и организовывают подобные встречи.